Итак, всем привет, с вами НТОПК, мы продолжим играть за Британию в ЦК-3. Мы практически захватили Скандинавию, начали уже наш плацдорно Иберии развивать, и скоро будем в Святых Землях Иерусалима. В общем, это Британия процветает, а нашему правителю пора передавать образы правления следующему поколению. Ну, кстати говоря, если вдруг еще не подписано, обязательно подписывайтесь, мы же продолжаем. Ну, я думаю, подзахватывать еще дальше Скандинавию и попередавать эти земли нашим внукам. Ну, скажем так, готовясь... Так, надо... 24, господи. Так, вот, готовясь уже передавать власть сразу внукам, то есть нам нужно две смены поколения сделать, чтобы сесть на гения очень жесткого. И у нас в Вордине уже 5000 солдат, это просто гигасильно. Это для нас все бесплатно. Только благочастие тратим, если нам нужно перекупить их. Счастливым, как мы выигрываем, я вспоминаю, что нам бы, кстати, немножко в мире посеять, чтобы вассалы о нас лучше думали, так что... Я, пожалуй, вернусь к мирному времени. Также проводим пив, чтобы получать отношения. Мы пытались еще отдельно вассалом поднять, но ладно. Как иначе мы со всеми, по идее, немножко поднимем. Нормально. Он хочет перейти давать на наш трон, но удачи им с этим. А еще сделаем объезд всех наших территорий. Тут повыбирал вассалов. Получить отношения с кем можно. Полторы тысячи мы на это тратим, но почему нет? Деньги все равно уже у нас около бесконечные. И мы, кстати говоря, пока все ездим, набираем здесь успех. Лучше престиж, плевать, признание. Вот признание, это, по идее, неплохо. Мнение, допустим, мнение вообще всех счет повышает. И странствующий сюда же дает плюс развитие столицы, что суперкруто. Я вот этого не знал, вот теперь знаю. И налоги с вассалов, плюс 15, тоже неплохо, на 20 лет. Солидная тема. Во, что-то интересное. Потайная комната за кладовой. Можем попробовать ее открыть. Можем пойти поспать. Но мы уже точно имеем без сна. Давайте попробуем. Таинственный дневник. Давайте попробуем. Мен дает только плюс стресс. Давайте возьмем фабрикола. О, а еще я могу стать по этому и почему бы не стать. Опять дипломатия плюс. Прекрасно. Здесь есть шансы умереть, но я просмотрел, пока мы тут путешествуем, что у нас сейчас в некоторых петеллах не наш наследник, а именно вот здесь вот, в королевстве Дании. Следовательно, прямо сейчас умирать не стоит. Надо чуть-чуть потерпеть. И опять с канинавой. Но, блин, каждое отражение с канинавой, это просто смешно. Они приходят, истощаются и умирают. И вот я вернулся домой. И по идее, мое развитие здесь просто теперь безумными шагами должно идти. По 2,8 каждый месяц. Уже 21 развитие. Потихоньку Лондон становится все желтее и желтее. И за Лондоном будут, конечно, потихоньку подтягиваться средние провинции. Я сейчас просто жестко выгребаю со всех своих династических родственников деньги. И посмотрите, как здесь много. Просто бесконечный запас денег. И еще 10% развития. И я еще города там, кстати говоря, продолжил тоже качать, чтобы они еще бафали развитие. Невероятное сейчас будет развитие тут. О, и мы узнали, что мы уйдем в течение года. Прожили 80 лет ровно. Прекрасно. Это, в принципе, подходящий срок. И, да, вот оно. Мы умерли. У нас сильного императрица, которая, кстати говоря, тоже уже достаточно старенькая, я бы так сказал. И, слушайте, у нас неплохо, конечно, это наследник, но нет. Наша цель. Цель. Где там наш мальчик? Извините. Где там наша девочка? Вот она. 12 лет. Гениальность, миловидность, сильное тело. Все это династия. Я ее уже сделал. Садизм, жадность и амбиции. Ну, из вариантов, что там было, это лучшее. В принципе, жадность классная. Садизм. Наша религия вообще шикарна. Прекрасно. Надо теперь ее продвигать везде на выборах. Хотя, смотрите, что я нашел. Еще один персонаж, у которого еще есть плюс добродетель, что даст нам плюс 10-20 отношения. Садизм неплохо. В принципе, у него тоже есть из каждого набора рейта. Есть гениальность, что самое главное. И гигантизм, который тоже можно дальше наследовать. Я был бы не против, потому что это дает доблесть. А небольшой штраф здоровья можно неплохо так легко перекрыть. Кроме того, надо сразу получить себе каннибала. Потому что это тоже добродетель прекрасная в нашей религии. И вот уже у нас с фасалами более-менее неплохие отношения. Ну, я продавал земли и фактически, думаю, завершил с этим все. У нас сейчас король, да. Но ничего, мы сейчас пройдет время. Я думаю, все поменяем. Станет как надо. Ну да, по идее, этот парень тоже скоро умрет. И моя задача еще больше упроститься. А мы открыли монореальную систему. Значит, что мы можем теперь экономические постройки сделать? Идем теперь вот сюда, чтобы получить еще прирост развития. Что я вам скажу? Через три инновации мы сможем еще в высокое средневековье выйти. То есть, скорее всего, мы выкачаем вот это. Само выкачается вот это, по идее. Что, кстати говоря, неплохо. Это плюс профармия. И, наверное, как-то докачается плюс-минус вот это. Или мы сами докачаем, чтобы у нас уже пришло высокое средневековье открываться. Греки нас чуть-чуть опережают. Но я скажу вам, мы отстаем весьма мало. Мы вполне себе их скоро можем догнать. А может даже и перегнать. Англия должна быть, Абритания. На первом месте по науке. И там мы теперь можем... Ой, сейчас просто все раскачаем. Как же прекрасно. Все домики можно апнуть. Но пока мы все это строим. И не умер еще тот чел. То есть, мы еще на этом провисели немножко, посидим. Едем в университет. Я смог набрать четвертый левел. Прекрасно. Мы сможем получить плюс образование и плюс еще перки. Шикарно. Да, вот она. Плюс слава 1 левела. Не 2. Я надеялся, может дадут еще чуть побольше. Но нет, всего плюс 1. Но, слушайте. Нормально. И мы сейчас выберем какого-то грамотного чувака. Книжка, кстати говоря, вообще неинтересная. Просто престиж и стресс. Было бы получше, если бы это были характеристики, конечно. Там приведовалась небольшая фракция, но она уже почти распалась. Плюс, как бы, да, даже если бы они восстали, мы бы их все равно подавили. Но, видите, они в итоге сели на очко и решили не восставать. Правильное решение. Я понял, что наш сын-то, конечно, хорош. Но гигантизм это все-таки дебаф. И дебаф нам не даст, если что, усилит династию. А мы хотим это сделать. Следовательно, все-таки нам нужно дочку сделать главной. А потом можно в дочке пересесть. Не знаю, дочку как-то убить. Пересесть уже потом на гиганта, который, в принципе, и затащит нам. Так или иначе, да, надо ее поставить пока. А мы пытаемся потихоньку себя убить. Кстати говоря, нам прокают, мы можем вести дневник. Но нет. Мы хотим нашего персонажа добить через стресс. Ой, смотрите, что можно сделать. Писать из жидкости трупа. Жесть. Защит очень забавно. Ты посадишь в человеческую голову и на нее ставить ноги. Да. Ну и давайте сделаем вот это. Нам чуть-чуть можно пока поснижать. Нам нужно, чтобы вот этот паренек умер. Он потому что пока что текущий наш наследник. И он достаточно такой развитый, взрослый, имеет титулы. Поэтому за него голосуют. Я, конечно, могу в теории попереплакать. Скупать всех выборщиков. Но мне стоит просто жить, пока он умрет. Это намного дешевле и проще. Ведь он уже немощный. Он тут, видите, и пьянствует. И там обичеванием занимается. У него уже очень слабое здоровье. По идее, он скоро должен умереть. И что я могу сказать? Он тут, король, умер. Но теперь они выбираются от этого принца. Конечно, потому что он уже взрослый. И должен иметь титулы и хорошие перки. Но. С точки на дачу кодик дести. И у нас там есть фракция. Я сходил на охоту. И этот парень тоже есть на охоте тут. Какое совпадение. Он готовит действовать след за мной. Сегодня все закончится. Судно понять будет, кто его убил. Согласен. Несчастный случай на охоте у него. Да. Да. Опасный досок. Свойство охотник. Но я тут еще охотник, да. Еще кого-то через динбрак. Помолвку. Выбрали отсюда. Нужно еще чуть-чуть повыбивать. И, в общем-то, все успокоится тут. Да. Динбраков. Вот и сила армии снираются. Недовольство снирается за ней. Прекрасно. И вот наша дочка выросла. У нее сразу четвертый левел обучения. Прекрасно. И она там. Как я собирался женить. Пока теперь смотрим. У нас здесь все наследуется нашей дочкой. Прекрасно. Здесь все в порядке. По деньгам все немножко маловато, но в порядке. Здесь кое-как разобрались, но на дочке еще доразберемся. В общем-то, мы готовы передавать власть. В этом селе можно разъезжать по охотам и ждать смерти, как говорится. Кто-то нас пытается убить вообще не пробовать, как говорится. Но уже ладно. Ну и там большая свадьба, аж вот здесь. Я надеюсь, за время путешествия точно ничего не произойдет, верно? О, один процент на то, чтобы суметь персонажа. Мне повезло. И мы доехали. Пошли мы за уткой. А утка заманила нас к волку. Называем. Можно попробовать забирать. А можно попробовать... Ну, всего. Допустим, 5% на смерть. Давайте. Ну, мы отпугиваем зверя, ладно. И нас пригласили на эту свадьбу. И у нас есть опция попробовать убить короля, который пригласил нас на свадьбу. Почему бы нет? Звучит абсолютно безопасно. И можно завалюзировано погорозить, что он поймется. Зачем? Ну, допустим. Оба. Можно попробовать оглушить его и сбросить его в воду. Палетно сохраняет сознание. Ладно. О, начинается ночь. И ослата стал создали один. Он не подозревает ничего. Можно интригой. Можно преимущество при проськах убийства получить. И просто доблестью чисто его побороть. И, господи, мы просто амазонка. 48 доблести. Так что, да. Так что, вот он подходящий момент. Ну, и съездили до свадьбы. К сожалению, уже не хумер. Как-то, здоровье погибшим. О, смотрите-ка. Нам нужно лечить. Можем попробовать что-то новое. Странные ритуалы. Итак. Пулна требует ваше служение. Я съел пирожное. Не помню. Ладно. Ну и давайте в Шервудский лес. За волком мы отправимся. Тогда мы идем за благородным оленем. И... Да, с копьем. Это более опасный подход, потому что нам надо. Не загнали. Нет, ну мы не будем. Или нет. Или загнали. Так, застрелю. Лично убью. 13%. Давайте. Хе-хе-хе. В прошлый раз тоже получилось. Какая жалость. Какая жалость. Спокер Берри Писажа. Папа Вульф Ленда. Господи. Тем не менее. Конечно, мы его берем. Да ладно, пускай будет. Создан должен быть очень шутите общество. А, наша дочка готовила убийство нас все это время. Ладно. Ну и что? Сильная кровь. Шикарно. 40% наследовать хорошие врожденные и новые хорошие плюс 400. Нас ждет светлое будущее. У нас уже сразу появляется прозвище Мать Крови. И еще небольшой баф в здоровье. Приятно. Да, у нас честение благочестия. Допустим. Это неплохо будет. Вражда у нас с домом польским. Вау, Польша появилась. И Польша католическая. Даже ничего себе. Смотрите, что мы можем сделать. Несгибаемая семья и потерять вражду. А у нас все это время вражда домов была. Ладно, допустим. Пускай будет. Я... Это вроде как будто бы и не было. Ну ладно. Сразу, конечно же, получаем Каннибала побыстрее. Слишком много отношений плюс. И начинаем немножко формить благочестия. Рез как рукой я сняла. Нам нужно, чтобы персонажа немножечко разогнать. По престижу, по благочестию. Поэтому сейчас будем небольшие победоносные в Европе вести войны. А сами мы поучимся, чтобы получить пятый уровень образования. Получили два очка, но не ловелапнули свое образование. Получили еще книжечку. Ну, не самый лучший вариант, не самый худший. А мы сейчас можем сходить один раз и получить еще, собственно говоря, перки. Ну, есть информация, что он скажет. Готовит козню против меня. Неудивительно, если он ходит в мантии постоянно. Ну, я пошел рассвет. Получаем еще больше благочестия. В общем-то, это поможет нам неплохо так подформить. Плюс я реально здесь делаю пытки и фармлю еще больше благочестия. Ой, наше знамя все растет и растет, потому что у нас, очевидно, растет признание. Это приятно. Не понимаю, как это так могло получиться. Зато она красотка, гениальное, сильное тело. Как же вот это получилось, поднятия не имею. О, смотрите-ка, мы хотим стать таким же благочестивым, как он божьим. Может стать золотой час и благочестия теребра равны. А мы скажем, что да, предела совершенства нету. Ничего больше благочестия. Ведь со стрессом мы справляемся очень легко. Опять что-то не везет с сыном. Ничего, что, мы это все исправим. Есть те, у которых все хорошо. Таких и будем трещивать. А, смотрите, что я нашел. Вет в Трево жизни. Это нужно степняковское. Ну, слушайте, ничего такого слишком сильного, так что ладно. Так, очередной сын. Ну, не везет чуть-чуть, но чуть-чуть не везет. О, ничего себе. Чуть-чуть не везет, но мы и работаем над этим. Опять-таки, это не самые удачные, но вот этот хорош. И солнце в зените, плюс 100 благочестия. Поехали. У нас появилась монетная система. Можем выйти вот сюда, чтобы штраф за развитие был получше. Думаю, это нормальная тема. Действительно, нам нужно еще одну инновацию исследовать за 9 лет. Следовательно, самым лучшим вариантом было бы пойти вот сюда. И просто быстрее выкачать это, чтобы сразу запустилось у нас среди веков. Я думаю, это то, что и нужно сделать. И почему бы еще не сделать одну большую завоевательную войну? К примеру, завоевать Аквитанию. Таким образом соединить полностью наши владения в Западной Европе. И, можно сказать, создать то самое анджуйское королевское, которое я и хотел. Хотели отдельно элитную армию, Орден Плюс. Господи, как же музыка играет иногда громко. У меня надоедает объявление войны. Так вот, у нас есть обычные. О, еще хотят расширяться, прекрасно. Блин, ну вот видите, у меня вот этот вот муженек ради 33 управления имеется. Он успел забахать двое детей, что мне не нравится. Этот вообще, видите, шепелявый. Отвратительно. Мы по отдельности тут повайпали их армию немножко. И сверху пока осаждаем обычным ополчением в замке. И вот Аквитания падает к нашим ногам. Ну, а самое главное, к ногам наших наследников, которые, господи, не самые все лучшие, скажем так. Ну и что, священная война за Палестину и за Иерусалим непосредственно. Поехали. Кстати говоря, тут какие-то очень слабые замки. Почему-то я просто моментально беру им столицу и захватываю самого короля. Это была очень быстрая война. И, блин, ну почти-почти сильное тело, красавец, гигант, гигант мысли. Но какие-то плоды у него есть. Видимо, яблоки любит. Не повезло опять чуть-чуть. Ну и, кстати, над Иерусалимом, я думаю, мы будем продолжать иметь прямой контроль. Потому что очень выгодно его иметь, очевидно. Ну и в Астане к Ситане это ожидаемо. Я пока что крещу Иерусалимы вокруг там. И вот эти ребята. Ну, мы с ними достаточно просто разберемся. Но сегодня наше королевство развивается. Строим домики, поднимаем развитие, конвертируем людей в нужную нашу религию. И беременную участвуем в турнире. Потому что дамы жесткие, а почему нет? И в обычном ближнем бою мы не смогли победить. Все-таки, да, беременность, видимо, помешала. Тем не менее, мы стали гроссмейстерами. И мы выиграли хотя бы в шахматах. И так как я целюсь на объединение религии, то давайте продолжим душить арабов. Займемся сейчас Александреей. Это он вассалам предложит стать? Что это такое? Блин, он в войну зашел. Что только что было? Наш сын получил единичку в образовании. Господи, что с тобой не так? Вроде же так хорош был. О, Бурбонский ночью. Да, это нам надо. И вот, Александре, наше прекрасно. Плюс еще одно священное место. Я тут решил отнять Данию, чтобы взять себе вот эту пробку. И я, кстати говоря, за это не прослужил. С тираном даже, потому что у меня есть претензия. И они немножко не согласились. Но мы разберемся. Что это такое за договориться о верности? Я принимаю, я не знаю, что это. Что значит, они договариваются со мной о верности? О, видовство. О, фандомно появилось. Наконец-то. Я долго это ждал. Плюс еще добродетель. У меня теперь три добродетели. Шикарно. И мы можем начать наших всех этих ребят конвертить. Тоже видовство им передавать. Причем это скрыто. Хотя как будто ничего скрыто в этом нет. И наш сын уже запил. Ну серьезно. Как будто он не знает, как садизмом стресс снимать. А вот и претензии на рим. А вот я забрал все упл, который будет давать мне минус содержания. Плюс эффективность рыцарей, признание, кучу денег, развитие. И в общем-то это прекрасный городок здесь, в котором я уже заранее сменил культурку, чтобы его можно было нормально застраивать. То же самое я сейчас делаю в Иерусалиме. Его мы тоже застроим. Мы можем стать норвежцами? Нет. Зачем? Какие норвежцы? Какие черт возьми норвежцы? Мы англосаксы. Ну ладно, я думаю, для этой серии достаточно. Мы очень расширили наши границы. И мы потихоньку подбираемся ко всем святым местам. нашим православным. И будем потихоньку объединять раскол. И все в этом мире станут британцами. Господи, какой ужас. По крайней мере христиане. Так, Илья Иванович, с вами был Дабгай. Вы всегда подписывайтесь, если еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, твискрутбустер. Все как обычно. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok